Всем здравствуйте, меня зовут Валерия Братца. Я та самая украинка, которая во время спецоперации переехала жить из Европы в Россию. Я мигрант с 2019 года, зарабичанка, так нас называли в Украине, из-за проданки. Те, которые выехали на заработки в связи с тем, что в Украине заработать, нам не хватало денег. Мы уехали зарабатывать за границу. С 2019 года я прожила в Европе. После того, как я приняла позицию людей Донецкой и Луганской области, на меня открыли охоту. В Российской Федерации по новостям показали мои видеоролики, после чего началась охота на меня. Меня преследуют, мне угрожают, меня травят, запугивают. Выставляют видеоролики с крестами ребенка моего. Устраивают травлю по полной программе. Фотографируют дома, улицы, подъезды, этажи, квартиры, все, что меня касается и меня не касается. В общем, я так понимаю, что теперь от сограждан моей любимой Украины спрятаться мне больше негде. Уже приходили в 2 часа ночи неизвестные люди, стучали мне в двери, вернее, звонили. Я хочу обратиться ко всем, чтобы это дошло, видео до верхушки и правительства Российской Федерации. Я прошу помощи и защиты на государственном уровне, хотя бы какой-то минимальной. Потому что, делая свой выбор, переезжая в эту страну, я пока что остаюсь единственным человеком, который действительно публикует все видео на все услышание. И я пытаюсь доказать и объяснить людям, что русские нам не враги. И здесь, в России, нет дискриминации. Дискриминация только у вас в голове и по этой СН новостям. Что здесь все совсем по-другому. Я легализовала себя и своего ребенка за 4 месяца. Понимаете? И я очень, очень расстроена тем, что в Украине все меньше и меньше остается здравомыслящих людей. Мне очень жаль, что они себя так ведут. Я сейчас прошу помощи, чтобы меня услышали. Потому что я абсолютно одна. У меня маленький ребенок на руках. Да, многие сейчас скажут, не нужно было в это лезть. Послушайте, я с 19-го года веду свой блог и рассказываю о своей жизни. Я с 19-го года рассказываю людям о каждой стране, в которую я приезжала, и с теми проблемами, с которыми там сталкиваешься. Я такой невзрачный социолог, который, проведя свой блог, создал огромнейшую тикток-семью. У меня люди со всего мира, которые рассказывают и показывают о тех новостях, о которых телевидение молчит. Понимаете? Со всего мира. Но я никогда не думала, что маразм ситуации, зомбирование украинца в Украине дойдет до того, что вы будете лезть в каждую дырку и угрожать всем. Абсолютно всем. В том, что моими роликами пользуются на телевидении Российской Федерации, я не виновата. Если вы пытаетесь закрыть мне рот и запугать меня, это, к сожалению, у вас не получится. А может быть, к счастью. До последнего своего вздоха я буду стоять и придерживаться своей позиции. Я переехала в Россию и рассказываю, как здесь живут люди. То, что вам это не угодно, это ваши личные проблемы. Когда вы услышите всех людей вокруг, людей Донецка и Луганска, которые рассказывают уже на протяжении всего времени, что 9 лет у них погибают дети, тогда, скорее всего, война у вас закончится. Пока вы воюете со всеми в интернете, ваших мужчин убивают и хоронят каждый божий день. Но, к сожалению, не все женщины это поймут. А тем женщинам, которые прикладывают руку для того, чтобы меня запугать или в поиске моих адресов, чтобы оставить моего ребенка сиротой. Девочки, дай бог, чтобы у вас никогда не было детей. Вы недостойны быть матерями. Больше мне сказать нечего. Я очень надеюсь, что это видео дойдет до верхушки и до власти. Спасибо. 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 Спасибо.